Мы в Доме Марии, мы имеем действительно благоприятное время. Это хорошее время, но и в то же время, имея вот такую возможность, не всегда, может быть, сердце наше ищет Господа. Не всегда где-то мы следуем за Господом, и где-то теряется и наше ориентирение. И поэтому некогда, и Петр говорит, напоминанием возгруза чести смысл. Он говорит, я не перестану. Хотя мы и знаем, и действительно, и многое знаем, и знание, я бы сказал, в последнее время оно действительно умножается. Но одного знания его недостаточно. И хорошо, когда это знание приводит нас на те пути, Божьи пути, и приводит нас к тому общению с Господом, чтобы оно действительно приносило благословение. И я прочитаю первое место, первое место, как бы вот, общее такое положение, о чем я когда говорил, что он певит Давид и во имя Святого Христа. Я прочитаю несколько стишков 118-го псалма, где он говорит такие слова 14-го текста. «На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве, о заповедях твоих размышляю и взираю на пути твоих, усталыми твоими утешаюсь, не забывая слова твоего». Насколько оно дорого и ценно для нас, как христиан, быть на этих путях, на путях откровений Божьих. Сегодня мы слышали, это была забота апостола Павла, и брат Александр напомнил, по посланию Еферской Церкви, где он говорит, «Моли, чтобы Бог Господь нашего Иисуса Христа, отец славы, дал вам Духа». Чему? Откровение, познание Его. И об этом была забота, и это было попечение апостола, чтобы Бог открывал это. Чтобы действительно Слово Божье, которое мы читаем, оно было для нас откровением. Оно и есть откровение. Слово Божье – это то, чтобы Бог открыл свою волю. Это откровение. И вот это откровение, чтобы мы были способны принять его, оно было доступно для нашего сердца. Ведь неудивительно, что очень многие христиане читают, читают одно и то же Евангелие, одно и то же Библию. Но разные пути, к сожалению. Радные направления. И настолько их много, этих путей, что мы иногда просто удивляемся, и мы спрашиваем, почему так? Заложено ли что-то неверное или противоречие с тобой в Библии и Евангелие? Или же это противоречие возникает в наших сердцах? От того, насколько искренне мы подходим, насколько мы желаем Божьего откровения, или мы просто довольствуемся тем путем, в который кто-то идет, и мы просто идем. И все. Но Писание говорит, если слепой, Евангелие так написано, да, ведет слепого, то что будет? Необолевые упадут в яму. И потому, как оно необходимо, действительно, тогда, когда Господь нам открывает познание Себе, познание воли Его, нам вновь и вновь обращаться к Слову Божьему. А в одной церкви сказано, что они были более благомысленные. И в чем было их благомыслие? То, что они исследовали Писание и сверяли, что проповедь или слова апостола Павла, действительно ли это так? Сегодня, когда в нашем мире информации очень много и христианской информации, и христианской информации в компьютерной, в этой сети, очень много. И если погрузиться туда, я скажу, что там можно утонуть, там можно погибнуть, и там не заметишь, потому что кажется, что и хорошо, и красиво, и правильно, но так ли оно? Поэтому пусть Господь поможет, чтобы, как когда-то в самом деле Давид сказал, на пути откровения Твоих, я радуюсь, как во всяком богатстве. А это богатство. Когда-то апостол Павел, во втором послании, в 4 главе, он говорит о познании. Что это богатство, познание Христа, но это богатство мы носим в глиняных сосудах. Для чего? Чтобы вот эта великая сила, преизбыточная сила Его, она была приписана не нам, а Богу. Благодарение Богу, что Он открывается для нас. Он открывает нам в волю Свою, через проповедь, через то, что мы уже слышим и можем читать, исправиться в Писании. И я хотел немножечко, хотя бы гнатко, но просмотреть некоторые путь Божьего Слова, Божьего Откровения, которое Господь принес в этот мир. Потому что явлением Господа открылась для нас благодать. Приходит Его в этот мир, и когда Он стал проповедовать, пришла благодать Божья. И Писание так говорит, закон был дат член Моисея, а благодать и истина они произошли через Иисуса Христа. Благодать это то, что человек не заслуживает. Это не заслуженная милость. Это не благодать. И она дарована Господу в Его явлении, в Его пришествии. Эта благодать она открыла. И вот когда Иисус вышел на миссию, я открою первую главу и последнюю главу. Начало, если можно так сказать, и конец проповеди Господней на этой земле, когда Он, будучи человеком, таким же, как и мы, людьми, да, Он, будучи человеком, приняв вот таким образом Бог, явившийся во плоти, проповедовал вот это Евангелие. И как Он проповедовал, и на что Он обращает внимание, или какие ступеньки, или какой вот этот путь откровения Божьих, которые Он предлагает для всех людей. Евангелие Марков, первая глава. И я прочитаю 14-15 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галерею проповедуя Евангелие, Царствие Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие – это благая вещь, добрая вещь. Вот это греческое слово, которое до нас дошло. Это добрая вещь. И вот мы здесь прочитали, когда Иисус пришел в Галерею, значит, Он начал вот это служение, вот эту проповедь. И Он говорит такими словами, и говорит, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Исполнилось время, было времени, когда не было этого. Было времени период, до этого период закона, который дан был Богом через Моисея, который воспитывал народ израильский, воспитывал его, чтобы подвести ко Христу. Было время и до закона. Время патриархов и время допотопа еще с самого начала. Были равные времена и разные условия. И не одни и те же условия спасения, которые были в первые времена, времена допотопа, времена закона, времена патриархов. Значит, и времена Евангелия это другие условия и другой подход. Это путь, Писание говорит, новый и живой, который открыл нам чрез Иисуса Христа. И вот когда Иисус пришел, Он показал этот путь, в чем Он состоит. И Он предложил им также покатить и верить в Евангелие. Почему покатиться? Потому что Писание так говорит, ибо все согрешили. И нет праведного ни одного. Значит, мы как люди, мы нуждаемся в этом. Это необходимо для того, чтобы примириться с Господом через покаяние. Покаяние в чем? Во-первых, где-то мы не знали Его, где-то знали Его, мы не исполняли Божию Его, и потому необходимо это покаяние. Далее Он говорит, верите в Евангелие. И вот это очень важная мысль. Потому что наше отношение со Христом, с Богом, оно напрямую связано с верою в Евангелие. Действительно ли мы верим Его словам? Действительно ли мы доверяем? Действительно ли для нас это Бог внукновенно? Для нас это действительно заповедь Божия? Или же нет? Или еще сомнения? И мы не знаем, как поступать в нашей жизни, в нашей вере, как нам исповедовать Господа, как нам исполнять заповеди Божии и так далее. И вот это было предложено в начале. А в конце уже своей миссии Иисус говорит такие слова. Я прочитаю их тоже в Евангелии Марка уже 16 глава. А здесь сказано так, это уже под конец, на 14 стихах мы читаем, на конец явился самим одиннадцати в отлежавшем вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшие Его, воскресшего, они поверили и сказали им идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден Бога. Значит, здесь к этой вере то, что действительно Божье слово это Евангелие, которое человек слышит, надо поверить этому слову. Потому что Писание так определяет, что без веры невозможно угодить Богу. Ибо надо, чтобы истякить приходящий к Богу веровал. Первое, что Он есть, что Бог есть, это первое. Второе, что ищущим Его Он воздает. И вот, говоря об этой вере, Он говорит, кто будет веровать? Вот этому Евангелию, вот этому Божьему слову, которое Иисус Христос оставил здесь на земле и Он послал вот этих 11 учеников и говорит, идите и проповедуйте это Евангелие всему миру. И говорит, кто будет веровать, спасен будет, а кто не будет веровать, а судьбем будет. Кто будет веровать и еще креститься, спасен будет. И здесь я еще хочу остановиться. просто веровать, что Он есть, это одно. Но опять-таки исполнять воли Его замки и с Него. Вот это главное. Можно веровать, что есть. И мы, иногда бывает, что и в отношении родителей и детей, дети знают, что есть родители. Но всегда ли они бывают последовательными, всегда ли они бывают послушными, всегда ли они бывают восприимчивыми, тем добрым наставлениям родителей, кто здесь попросит. Но это важно. И это очень ценно. Это ценно, и особенно в начале Божьем, когда мы не только верим, что Он есть, но мы верим, что все то, что связано с Ним, что слова Его истинны, что в воле Его она есть благая, святая и угодная ко спасению всякому верующему в Него. Потому вот здесь Иисус добавляет, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Крещение это есть погружение в воду, обещание Богу доброй совести, отношение к Богу доброй совести. оно несет тебе большое значение, и я не буду останавливаться на многих значения оставления грехов. Смерть для греха, мы умираем в крещении, мы сообразуем с смертью нашего Господа, как Он был погребен, и мы в крещении погребаемся, да, хотя там секундочку-две, но все равно погребается это такой образ, но оно имеет в себе силу по вере, когда мы исполняем это служение по вере, когда приходящий к Господу и желающий присоединиться к Господу и заключить завет с Ним, Он желает креститься, оно несет в себе большое благословение, это заповедь Божия, это есть вода Божия, сам Иисус сказал, кто будет веровать и креститься по всем Богу, и тот текст, что и дальше говорит, и у веровавших будут сопровождать верновения, именем Моим будут делать то и другое, поэтому на это я хотел обратить внимание, и на что именно я хочу обратить внимание. То, что крещение, мы крестимся в смерть Его, и мы крестимся во имя Иисуса Христа, оно очень важный момент. Оно важнее, нежели даже крещение погружению, или как бывают других православных цепей, в Кропе, в Паливаре, и сами написано, что они дошли в воду, и само крещение в воду, вот так, это и есть погружение, погружение в воду. Но оно не должно совершать в детском возрасте, когда человек не способен верою исполнить эту заповедь, он не способен покаяться, он не способен обратиться к Господу, дать обещание Господу, этот человек должен быть в здравом уме, этот человек должен быть уже, значит, действительно по вере осознанно дать обещание Богу. Но очень важно, что именно во имя Иисуса Христа, почему именно Иисуса Христа? А потому, что Он есть наш Спаситель, Он Тот, Который умер за нас, и ради Его смерти, которую Он совершил, искупительной Его крови, мы имеем такие обетования, веры в Него, и принимая крещение во имя Его, исполнить и провести свою жизнь вот это благословение, присоединиться к Его Церкви или Его телу. Вот на это я хотел обратить внимание. Давайте мы откроем Деяние Апостолов. Это все хорошо известное место, а я напомню такие слова, где было сказано, прочитай побольше. мы недавно какое-то время прошло, вспоминали такой праздник, как День Пятидесятницы, а ведь этот день не только был одновлен принятием Святого Духа, сошествия Святого Духа на ожидающих Его, там, в Иерусалиме, оно было обнаменовано вот этим путем, новым путем, путем входа в тело Его, в Церковь Его, присоединения к Церкви. И я почитаю это сорокового стиха, давайте я прочитаю побольше седьмого стиха. Это после проповеди Петра, когда Петра изъяснил, что случилось, почему, что такое движение в народе, значит, объяснил, что, какое значение имело принятие Святого Духа, и мы читаем такие слова от 37-го стиха 2-й главы Деяния Апокола. Успыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать муж и братья? Петра же сказал им покайтесь и докрепиться каждой из вас во имя Иисуса Христа для прощения и получите дар Святого Духа. То, что многие христиане приняли вот это обетование третьей части принятия Святого Духа это слава Богу дать и олимпи. Но вторая ступенька веры докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Она как бы опущена. Она заняется просто словами Иисуса, который некуда сказал. Евангелие Матфея мы читаем по 28 главе. Идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. Учая вам для все, что я пожел вам. Дело в том, что там Иисус это повеление Он дал ученикам и апостолам. Он не раскрыл личного имени, но Он открыл только титульные имена, с которыми Бог открылся для человека как Отец, Сын и Святой Дух. Это титулы. А личное имя того, кто открылся и в ком это все было открыто, в ком это была вся Божья полнота. Это Иисус Христос. Поэтому апостолы получив откровение и понимание слов Господних Петр и провозносил и докретиться каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа. В во имя Иисуса Христа. И дальше я читаю такие слова. Ибо вам пронадлежит обетование и детям вашим и всем данным кого не предадет Господь Бог наш и другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал говоря спасайтесь от рода сего разращенного. Значит это было действительно это не просто было но надо поверить надо креститься ну для чего так нужно нет Он говорит это для спасения и многими другими словами они говорят спасайтесь от рода сего разращенного того потому что не просто принять эту информацию а исполнить это слово и вот здесь мы читаем что это положение почему оно заставляло Почему многие люди в тот же день, когда они услышали, они умилили сердце, они задались, такие, что нам делать, Боже, братья, Петр, мы объясняем, упокайтесь, креститесь, моими Христосами прошли деньгами. До чего? Для того, чтобы нам быть спасенным. И он говорит, спасайтесь от рода сего разрушенного, потому что мы знаем, что будет Божий суд. Будет Божий суд, и апостол говорит такими словами. И далее я читаю, и так охотно принявшие Слово Его крестили, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Единственное, я бы задать вопрос, куда они присоединились, о чем речь идет? Я думаю, что нам понятно, но я бы еще хотел, чтобы оно еще было укреплено в наших сердцах. Потому что в крещении человек не только дает обещание Богу, это не только для прощения грехов, это не только обет или завет Господа, но это еще и присоединение. А к чему? Я немножко прочитаю, я опущу вот это и прочитаю 47 стих, где же. К воля Бога и находясь в любви у всего народа Господь же ежедневно прилагал, спасая мы к церкви. В церкви, в церкви, в церкви собрания Божьих людей, искупленных, покаявших людей, крещенных во имя Иисуса в воде, людей, принявших святого Духа, людей, служащих Богу. Вот он говорит, присоединилась в тот день. Церкви, которые имеют большое значение. Потому что глава церкви, Сан Христос, это то устройство, которое Бог устраивает. Это Господь устраивает церковь свою и множество людей, Он устраивает народ свой во имя свое, и это очень важно. И вот к этой церкви должно быть присоединено. К церкви, к которой положено основание на апостолов и пророков. Там, где краеугольниками является Сам Христос. Если оно не положено основание на апостола, нет этого основания и отход от этого основания, то оно, по большому счету, оно не может претендовать на церковь Господа Иисуса Христа. Только тогда, когда апостол Павел говорит, я как внутренний строитель положил основание, а другой строитель этого, а как он положил основание, он по-другому делал. Да нет, он тоже так же проповедовал. Люди принимали крещение во имя Господа Иисуса, люди принимали Святого Духа, так же, как и в дни Пятидесятницы. И не только одни, но и другие так же делали. Значит, и Сам Павел, он так же был крещен во имя Иисуса Христа. Когда она мне пришла и говорит, брат Сау, что ты нет, ты ставь домой грехи твои, призвал имя Господа Иисуса. Иногда, может быть, да, люди порываются, делая служителя, будучи самым не крещеным в воде во имя Господа Иисуса Христа, крестят это, но каково оно имеет силы, и человек сам это не исполнил. Иногда мы, может быть, думаем или устроим свои планы, значит, чтобы нам крещение принять-то правильно по Слову Божию, это не Слово Божие, а присоединиться куда, это не важно. А правильно ли оно будет? Как оно будет в очах Божии, если оно не присоединено к его телу? Если там нет исповедания единого Бога, и Христа Иисуса, что Он есть тот же самый Бог, не другой. Поэтому пусть Господь поможет и благословит, и направит в наше сердце, чтобы и мы, и взрослые, как родители, и мы могли наставлять, говорить об этом нашим детям, и, значит, молодым людям, что действительно есть воля Божия, и как желательно поступить по этой воле. Чтобы действительно на путях откровений Его мы радовали, как получившими великую прибыль, великое благословение. И это откровение, оно не закрыто, оно открыто сегодня. Оно открыто, и мы это можем читать. Парага говорит, нет, через откровение возвещая тайны сияв, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Мы сегодня читаем уже то, что открыто. То, что открыто. И пусть Господь поможет, и благословит нам, чтобы мы действительно были на этих путях откровенными, и исполнили эту волю. По Слову Божию. Чтобы нам исполнить не желание просто людей, а желание нашего Господа, желание Его Слова. Пусть Господь, как нам благословит. Аминь. Пусть Господь, как нам благословит. 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 Пусть Господь, как нам благословит.